Русская весна Дети Донбасса хотят жить. Жители Вероны поддержали проект «101 жизнь». Сотрудники МВД ДНР проводят профилактическое мероприятие «Пешеход». Ровно три года назад, 1 марта 2014 года, начался современный этап борьбы Донбасса за самоопределение. В этот день народ шахтерского края вышел с требованиями к региональным властям не поддерживать пришедшее к власти незаконное киевское правительство. Но депутаты облсовета не сдержали свое обещание прислушаться к народному глазу. И у Донбасса не осталось иного пути, как сражаться за свою свободу. Началась новая страница в истории всего русского мира и Донбасса в частности – «Русская весна». Свержение украинской власти, замаскированное под революцию достоинства, четко показало, что Украина начала катиться под гору. Страна на глазах превращалась в охваченный безумием дом, где кричали нацистские лозунги уже не только в Киеве, но и других городах. Захватывались склады с оружием в западных областях. Откровенно криминальные элементы вроде Сашка Белого своевольничали и рукоприкладствовали в прямом эфире под всеобщее одобрение. Это уже была не та страна, которую мы знали. Необходимо было определяться и выбирать – за или против беспредела творящегося на просторах страны после государственного переворота. Все, кому была небезразлична судьба Донбасса, собрались в этот день на площади Ленина. Все пришли в едином порыве – отстоять свое право на историческую память, веру и будущее без нацизма. Тогда Народная Веча выбрала народного губернатора. Он и возглавил шествие КОГА. На митинге была принята резолюция об избрании в качестве главы областной государственной администрации лидера народного ополчения Донбасса Павла Губарева и о проведении референдума о судьбе Донецкого региона. Павел Губарев вспоминает. На митинге раздали пачки листовок. Люди уже знали, чего мы хотим и кто такой Павел Губарев. Чувствую, как наливаюсь одновременно и гневом, и силой, и решимостью. Вот он, мой час. Или теперь, или никогда. Надо увлечь митинг за собой, снести тетушню и не дать жирным котам из партии регионов утопить народное движение в вонючей грязи компромисса. Не дать им снова сохранить власть и капиталы на шее народного движения. Теперь вперед. Только вперед и не трусить, не сломиться. Митингующие требовали защитить их от нацистов, требовали федерализацию. В знак несогласия с политикой хунтовской власти флаг Украины был спущен. Все хотели мирного решения, кроме новой власти в Киеве. А старое областное руководство было готово принять от бандеровцев все, лишь бы сохранить свои места и капиталы. Рубикон был пройден 1 марта 2014 года. Это стало точкой невозврата. И началом русской весны на Донбассе. 27 февраля в Вероне открылась фотовыставка в поддержку проекта «101 жизнь». На мероприятии были представлены портреты погибших детей Донбасса, созданные донецким художником Виктором Качановым. Мероприятие состоялось благодаря председателю представительского центра в Италии Элизео Бертолази. На фотовыставке среди почетных гостей присутствовал Лука Бертони, член ассоциации «Ломбардия Россия», который неоднократно посещал Донецкую Народную Республику в составе делегации итальянских предпринимателей и общественников. По скайпу Любовь Луценко, жительница Кировская, рассказала о том, как мирные граждане переживают ужасы войны, как угрываются с детьми в подвалах во время обстрелов и о трагической гибели ее сына Даниила. Присутствующие на мероприятии единогласно отметили недопустимость замалчивания, искажений и фальсификации происходящих трагических событий в республиках и подписали петицию с требованием прекратить войну в Донбассе, которая будет направлена в Совет Безопасности по правам человека ООН. Проект «101. Жизнь» инициирован неравнодушными людьми, которые призывают остановить войну в Донбассе. Название проекта – это символическая цифра, количество погибших детей в республиках. Цель организаторов – рассказать миру правду и собрать подписи под петиции. Подписать ее можно по ссылке 101live.net Пиротехники Республиканского спасательного центра МЧС ДНР на практическом занятии отработали навыки по подрыву льда. Подробнее в сюжете. На подрывной площадке в поселке городского типа Моспино сотрудники Республиканского спасательного центра МЧС ДНР провели практическое занятие по подрыву льда. Цель данных тренировок – отработка практических навыков пиротехников. Перед началом отработки поставленных задач пиротехники прошли инструктаж о мерах соблюдения техники безопасности при проведении подрывных работ. Начальник отряда пиротехнических работ определил ответственных сотрудников за проведение учебного задания. Также в целях безопасности было организовано оцепление места проведения подрывных работ. Лица, наблюдающие за ходом проведения тренировки, были удалены на безопасное расстояние не менее 100 метров. Согласно утвержденной инструкции, группа пиротехнических работ разделилась на три отделения для выполнения комплексных работ по подрыву льда. Первое отделение произвело подготовку смотровой площадки, подготовило лунки во льду для подрыва, а также выполнило другие работы, необходимые для подготовки к выполнению поставленной задачи. Второе отделение произвело подрыв льда, используя огневой способ взрывания на отведённой для данного мероприятия территории. Третье отделение занималось закладкой зарядов на глубину с заранее подготовленной лунки во льду, вязало электрические сети и произвело взрыв при помощи электрического метода подрыва. При этом перед началом подрывных работ был проведён специальный расчёт взрывных веществ и глубина закладки с учётом толщины льда. По завершению пробного подрыва командир группы пиротехнических работ, ответственный за проведение подрыва, определил степень разрушения льда и произвёл уточнение расчётов взрывчатого вещества. Точность подобных расчётов – это залог безопасности пиротехников и успешного проведения запланированной операции. После того, как все заряды были установлены во льду, командир проверил наличие всего личного состава в специальном укрытии и по команде «Огонь» был произведён подрыв ли достоя. Действия пиротехников отряда пиротехнических работ Республиканского спасательного центра МЧС ДНР оценил заместитель министра МЧС ДНР, полковник службы гражданской защиты Дмитрий Захаров. Он отметил, что пиротехники с поставленной задачей справились на отлично. Сотрудники ГАИ города Донецка проводят профилактическое мероприятие под условным названием «Пешеход». С начала 2017 года на территории ДНР правоохранителями зафиксировано более 50 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Два человека погибло и более 50 граждан получили телесные повреждения разной степени тяжести. Участники ДНР считают, что подобные мероприятия только улучшают ситуацию на дорогах Республики. Продолжение следует... Согласно части 1 статьи 122 Кодекса об административных правонарушениях, непредоставлении преимущества движения пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах, предусмотрена ответственность в виде выплаты штрафа в размере от 510 до 680 рублей. А я напоминаю, что вы смотрите программу о доблестных, надежных и решительных защитниках нашей Республики. Новороссия ТВ запустил свой информационный канал в мессенджере Телеграм. Подписаться на него можно по адресу «Собака», «Новороссия ТВ» и вы всегда будете получать ежедневную и оперативную информацию. Городские соревнования по прикладной физической подготовке школьников состоялись в последний день зимы на базе Донецкой гимназии номер 5. Продолжит тему моя коллега Алина Черняева. 28 февраля на базе Донецкой гимназии номер 5 имени Николая Бойко состоялись городские соревнования по прикладной физической подготовке среди учащихся в общеобразовательных учреждениях столицы ДНР. Организатором турнира выступило Управление образования администрации города Донецка. В судейскую коллегию вошли представители Министерства обороны, Министерства внутренних дел ДНР и руководители военно-патриотических клубов. Наша задача как работников образования и взрослых, и старших товарищей, чтобы эти результаты, которые сегодня являются очень хорошими, могли достичь все школьники города Донецка. То есть мы должны воспитать сильную, мощную, умную и здоровую молодежь, способную дать отпор любому агрессору, в любой момент защитить женщин, детей, стариков. То есть мы должны воспитать серьезный фундамент для нового государства. То, что и происходит ежедневно, это добровольное мероприятие. Посмотрите, сколько детей, девочек, мальчиков с таким удовольствием выполняют физические упражнения. Это норма жизни. Здоровый образ жизни позволит нам построить новое здоровое государство. В соревнованиях приняли участие ученики 8-11 классов донецких школ, победители районных этапов соревнований. Всего 9 команд по одной сборной команде от каждого района Донецка. В программу были включены 4 упражнения на силовую выносливость, подтягивания на перекладине, жим гири 16 кг, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, а также поднимание туловища из положения лежа на спине. Алина Черняева, Елена Чистякова, Новороссия ТВ 28 февраля в Донецком педагогическом институте состоялось заседание, в рамках которого студенты заслушали доклады об истории Донецко-Криворожской республики и приняли участие в тематической викторине. 28 февраля в библиотеке Донецкого педагогического института при поддержке Изборского клуба Новороссии и журнала «Новая земля» состоялось заседание круглого стола, приуроченного к 99-летию со дня образования Донецко-Криворожской республики. Сегодня в Донецком педагогическом институте проходит круглый стол, посвященный 99-летию Донецко-Криворожской республики. Данное мероприятие, в общем-то, на мой взгляд, весьма символично, потому что мы приближаемся к ключевой дате нашей собственной истории. В общем-то, почти 100 лет назад в Харькове на заседании Донбривбаса было принято решение о создании данного политического объединения, однако на принципе хозяйственно-экономического районирования, в отличие от того, что предлагали национал-большевики, в частности Скрипник, представлявшие киевскую власть. Также Дмитрий Муза отметил, что 6 февраля 2015 года Народный совет Донецкой народной республики принял меморандум о политической и исторической преемственности. Сегодня первый и самый главный доклад Чепика Сергея Айлитовича будет посвящен истории образования Донецко-Криворожской республики. Также будут доклады, посвященные политической программе, хозяйственной деятельности ДКР, военному аспекту, ну и судьбе, естественно, Донецко-Криворожской республики. В ходе мероприятия студенты Донецкого педагогического института прослушали доклады об истории Донецко-Криворожской республики. Ознакомились с работами Дмитрия и Владимира Корниловых, которые являются специалистами в этой теме. И в завершении ребята приняли участие в викторине, которая позволила им успешно закрепить полученные знания. Алина Черняева, Елена Чистякова, Новороссия ТВ. 1 марта состоялась презентация книги «Словарь патриота Отечества». Комплексной работы коллектива авторов из Донецка, Санкт-Петербурга и Рыбинска. Подробности в следующем сюжете. 1 марта в стенах исторического факультета Донецкого национального университета состоялась презентация книги «Словарь патриота Отечества». Это комплексная работа коллектива донецких и российских авторов Павла Губарева, Мирослава Руденко, Фёдора Попаяни, Дмитрия Музы, Артёма Ольхина, Александра Дмитриевского, Николая Старикова, Анатолия Степанова и Сергия Карамышева. Ключевой идеей словаря является намерение авторов дать соотечественникам однозначное толкование терминов. У нас в республике очень много, очень часто, очень скрупулезно говорят об идеологии. Идеология – это важно. Что такое идеология? Идеология – это некие средства смысловые для того, чтобы все люди понимали события, идущие окружающий мир одинаково. Так вот, если идеология – это вот это вот средство для понимания, то слово, термин – это идеологический атом. И вот сегодня вышла книга «Словарь патриота Отечества», где собраны самые главные такие атомы, слова, термины, которые всем нам нужно понимать одинаково. Это такие слова, как «нация», «народ», «третий Рим», словосочетание, «русская весна» и так далее. То есть это такой небольшой вклад, вот такая карманная книжечка. Большое спасибо Фёдору Алексеевичу Попаяне, это его силами, его энергией. В основном вышла эта книга, и теперь вот мы её можем держать в руках и пользоваться ей для того, чтобы прояснять, что значит то или иное ключевое слово. Идея создания словаря появилась почему? Дело в том, что основная масса споров, которая происходит между соратниками, касается прежде всего понятийного аппарата, то есть вопроса о чём спорить, к чему мы хотим прийти. Вот так и у нашего авторского коллектива и возникла эта идея. Технологии работы со словарём весьма-весьма непросты, в том смысле, что количество терминов, вошедшие в этот политический лексикон, оно, быть может, нестандартно и по количеству, и по качеству. Мне бы хотелось сказать, что, конечно, мы учитывали опыт наших российских коллег, прежде всего Московского государственного университета, затем Южный федеральный университет, затем были междисциплинарные словари. Но наш подход состоял в том, что словарь «Патриота Отечества», он актуализирует, во-первых, тему Отечества, сугубо патриотическую тему, которая прослеживается на всех этапах российской истории. В словарь вошли понятия, которые дают представление о том, как формировалась патриотическая лексика и имперская лексика, но с привязкой, естественно, к периоду Романовых, к периоду советскому и постсоветскому. И, наоборот, те противопонятия, которыми оперируют наши противники стратегические, ну и их эпигоны на Украине. Словарь «Патриота Отечества» уже в ближайшее время поступит в продажу. Его можно будет найти на прилавках книжного магазина «Буклет». Авторы издания рекомендуют словарь тем, кого волнует судьба Родины в условиях тотальной глобализации мира. И в особенности тем, кто участвует в информационной войне на стороне русского мира. Алина Черняева, Елена Чистякова, Новороссия ТВ. В Донецке состоялся финал Республиканского фестиваля военно-патриотической песни и поэзии. Подробнее расскажет Дарья Черничная. Творческие коллективы со всех городов и районов Донецкой Народной Республики приняли участие в финале Республиканского фестиваля военно-патриотической песни и поэзии «Родине посвятим души прекрасные порывы». Проводили конкурс 28 февраля в Донецком дворце культуры имени Куйбышева. Организатором выступило Министерство молодежи, спорта и туризма ДНР. Здесь сейчас собрались победители отборочных этапов со всех городов и районов Донецкой Народной Республики. Общее количество участников 250 человек, ну это около 75 номеров. Количество участников выросло практически в два раза. Собственно, можно сказать с уверенностью, что идея конкурса достаточно интересная и нашла, в общем-то, отзывов без исключения о всех городах и районах Донецкой Народной Республики. На сегодняшний день количество коллективов, которые планируют свое присутствие здесь, порядка 100, ну если более точно, 98. С целью расширения сотрудничества в сфере физической культуры и спорта в Республику прибыли гости из Ханты-Мансийского автономного округа, творческий коллектив региональной и общественной организации ветеранов и инвалидов локальных войн и военных конфликтов «Содружество». Приехали с творческой миссией, с коллективом творческим от имени всего ветеранского движения Ханты-Мансийского автономного округа принять участие в фестивале республиканском военно-патриотической песне, чтобы поддержать молодежь, поддержать в рамках военно-патриотического воспитания. Такие фестивали очень нужны. Они, во-первых, вдохновляют людей, прошедших определенные этапы в своей жизни, вдохновляют на дальнейшие достижения какие-то. Ну а молодежь, глядя на все это, слыша эти песни, в них рождается, побуждается только на добрые поступки, на добрые дела, на патриотизм, на любовь к родине, к своей родной земле, своим близким. Фестиваль проводится уже третий год. Ребята возрастом от 9 до 25 лет исполнили песни, предусмотренные правилами конкурса – военных лет, о Донбассе, патриотические песни о республике, а также композиции о мире и дружбе народов. По словам организаторов, цель фестиваля – это в первую очередь воспитание чувства патриотизма у подрастающего поколения на основе военно-патриотической песни и поэзии, пропагандирующей любовь к родине, а также воспитание эстетического и нравственного сознания граждан республики. Дарья Черничная, Алексей Полянский, Новороссия ТВ. В актовом зале Донецкой школы номер 9 состоялось мероприятие «Урок памяти», в котором школьники с 1 по 9 класс в рамках концертной программы подготовили номера, посвященные памяти о страшных событиях – войне в Донбассе, развязанной украинским правительством. Подробности в сюжете моего коллеги Сергея Михайлова. В актовом зале Донецкой школы номер 9 состоялось мероприятие «Урок памяти», в котором школьники с 1 по 9 класс в рамках концертной программы подготовили номера, посвященные памяти о страшных событиях – войне на Донбассе, развязанной незаконным украинским правительством. Подобные мероприятия на протяжении долгого времени проходят во всех населенных пунктах республики. Целью этих уроков является воспитание в подрастающем поколении мужества и патриотизма. Я считаю, что вот такие уроки памяти нужно проводить и приобщать детей для того, чтобы у них возрождался патриотизм, возрождалось то, что Украина уничтожила на протяжении 23 лет. Сегодня замечательный день. Я хочу всех поздравить с «Русской весной». Сегодня три года, как образовалось движение «Русская весна» в Донецкой народной республике. И надеюсь, что молодежь, наши дети поддержат это, можно сказать, историческое явление. А самое главное – школьники в своих рисунках, рассказах пишут о своих взглядах на войну, которая захлестнула нас всех весной 2014 года. Именно детские очерки легли в основу написания книги памяти, которую в этом году планируется выпустить массовым тиражом на пяти языках. Сегодня уже школьники передадут нам написанный эссе. Школьники участвуют с первого по девятый класс о том, как они видят эту войну. Поэтому эта книга будет издаваться. И очень замечательно, что такой проект у нас стартовал в Донецкой народной республике, потому что весь мир должен знать, что чувствуют, как живут наши дети. Она уже презентована в Российской Федерации. Наш коллега Сергей Рубин ездил, презентовал книгу. Очень ей заинтересовались в Российской Федерации. Поэтому, я думаю, даже на издательство уже какая-то помощь будет. И надеюсь, что она будет востребована. Учащиеся девятой школы в своей программе подготовили стихи и песни, посвященные нашей войне, духу патриотизма и чести за свой родной край – Донецкую народную республику. Сергей Михайлов, Алексей Полянский, Новороссия ТВ Более подробную информацию вы можете найти на наших интернет-ресурсах, официальном сайте и ютуб-канале Новороссия ТВ. Вы смотрели программу о доблестных, надежных и решительных защитниках нашей республики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова